Как встретить Новый год в лучших семейных традициях? Как правильно накрыть новогодний стол? Из чего можно смастерить главный символ года – красного огненного петуха? И что обязательно должно стоять на праздничном столе? Узнать об этом и многом другом, а также раскрыть свои таланты на многочисленных мастер-классах Наринмарцы смогли на большом празднике под названием «Дом Нового года». Он прошел в Наринмаре уже в четвертый раз. В руках Виолетты кисть буквально оживает. И шаг за шагом обычная тарелка превращается в произведение искусства. Аншлаг и за соседним столом. Мы делаем северные козули. Это такой пряник рождественки, который делают всегда на Новый год, на Рождество. Это как в подарок. Но раньше делали так, украшали. Потом можно дарить его в подарок, пожалуйста. На двух этажах Дворца культуры Арктика десятки мастер-классов. Здесь же можно своими руками изготовить Деда Мороза, создать новогоднюю игрушку из фетра, композицию из воздушных шаров или насладиться классической музыкой. Мы первый раз пришли на такое мероприятие. Буквально пять минут здесь находимся. Нам все нравится. Считаем, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Наша дочь еще маленькая, но она уже заинтересована некоторыми выставками. Мы бы-то, конечно, хотели многое. И козули расписать, и тарелочки рассывать. Но что ее заинтересует, тогда и пойдем. А пока молодая семья осматривается под веселую музыку, на свет рождается вазочка из бумажной лозы. А что вы такое делаете? У нас плетение из бумажной лозы. Сейчас мы уезжаемся и с мировыми еще раз. Расскажите, а вам как? Получается. Давно хотела поучиться. Встаем. К себе. Нихо, к себе. Вот, по голове, дальше, да, встаем. Сложно? Ну да, начинаем. Для начала всегда пока сложно. Терпение и труд, супер и труд. По словам организаторов, сотрудников этнокультурного центра, именно такие подарки, сделанные своими руками, несут особый смысл и энергетику. Как можно сделать подарок, как можно сделать игрушку новогоднюю, чтобы украсить дом, чтобы украсить елочку свою, чтобы можно было сделать что-то своими руками. Когда-то раньше это было в традиции, когда я сама была школьницей, я очень любила ходить в пионерскую комнату, когда была подготовка к Новому году, мы там делали все своими руками и украшали елочку. В общем, эта традиция, я думаю, замечательная, когда всей семьей приходят на такой большой праздник. Ну а для тех, кто сомневается в своих творческих способностях, на прилавках огромный выбор товаров на любой вкус. Новогодние открытки и календари, сувенирные тарелочки, футболки, традиционные куклы и многое другое. Город Наринмар холодный, поэтому надо утепляться. Это, например, комплект традиционной коми-вязки, потому что мы сохраняем традиции. Чумик – это пожелание семьи, любви и теплого, красивого жилища. Возможность раскрыть новые горизонты творчеством, приобрести новогодний подарок родным и близким или просто окунуться в предпраздничную атмосферу, гостям и жителям города организаторы дарят уже в четвертый раз. Буквально за несколько часов сотни человек сменяли друг друга на различных мастер-классах. И каждый, кто пришел на этот праздник, почувствовал приближение Нового года. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север».